Отходом вторую жизнь. В Доме правительства региона презентовали роботизированную систему по сбору чистого вторичного сырья. Ее работу оценил глава региона Андрей Воробьев. Это так называемые фондоматы – устройства, позволяющие перерабатывать отходы. Пластиковые бутылки, минуя мусорное ведро, контейнер и сортировку, тут же становятся вторичным сырьем для новых товаров. Сегодня в некоторых странах мира через фондоматы собирается до 2 миллиардов бутылок ежегодно, говорят представители компании-разработчика. Крупный и инновационный проект для Подмосковья уже готов стартовать. До конца года фондоматы появятся в общественных местах Подмосковья. Мы планируем порядка 500 до конца года поставить в школах. Нам коллеги дали очень интересную информацию, что в Татарстане установленные фондоматы в школах, отдельные, причем младшеклассники принесли до 5-6 тысяч бутылок. Представляете, сколько мусора было убрано ребенком с территории, пока он шел в школу. Поэтому мы планируем до 500 в школах, мы планируем до 300 в торговых сетях. Как все поймут вот этот принцип работы, я думаю, что это очень активно пойдет. А вот то, что касается общественных территорий, автовокзалов и так далее, я думаю, что порядка 100 таких фондоматов мы на территории области поставим в общественных территориях. Сначала автоматы будут принимать только пластиковые бутылки и алюминиевые банки. За утилизацию отходов граждане получат вознаграждение. Фондомат будет выдавать чек с баллами, который можно будет отменять в магазинах и пунктах питания. Рассматривается и механизм монетизации за сданные отходы.